Ежегодно 7 октября отмечается как Всемирный день хлопка. По случаю даты в Министерстве инновационного развития на выставке-ярмарке экспонировалась хлопковая продукция. В рамках научно-практического семинара специалисты выступили с докладами. Также состоялась презентация инновационных и прикладных проектов. Прошла встреча трех поколений. Одна тонна хлопка обеспечивает в среднем пять рабочих мест в год, покрывая 27% мировых потребностей в одежде. Посредством переработки семян получают хлопковое масло, а также корм, использующийся в животноводстве. Заслуживает внимания процесс инновационного развития сферы. На данной выставке можно увидеть новые научные разработки в сфере хлопководства. В частности, ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана представили новые устойчивые сорта хлопчатника, бордош и мойнок, которые, по словам специалистов, успешно прошли полевые испытания. Сорт мойнок отличается тем, что он засухоустойчивый, сольоустойчивый. В этом году мы в мойноке испытали этот сорт и давали этот сорт очень хороший урожай. В республике в последнее время очень много распространяется болезнь билта. Это два грибковых заболевания. Нашим центром, нашим ученым был создан сорт бордош, который является устойчивым обе болезни хлопчатника. И на данный момент мы в полевых испытаниях закончили, давали заявку на госиспитание и планируем расширять этого сорта. Это еще прекрасная площадка для обмена опытом внедрения в практику передовых международных подходов и стандартов. Наша компания внедряет инновационные методы и новые технологии именно в ирригационных системах, потому что Кыргызстан является водосточной страной. Цель нашего проекта или нашей компании – это сохранение воды при климатизации и так далее. За 30 последние лет на 25% уже сократилось потоки воды. Поэтому это актуальная тема. Мы изучаем европейские опыты, изучаем в других странах и являемся инвестором в Узбекистане. В рамках мероприятия также состоялась встреча представителей трех поколений.